МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Очередная неделя подходит к концу. Как ее прожила республика и люди, заслуживающие отдельного внимания. Об этом пойдет речь далее. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. На этот объект стянуты все силы строителей. Им предстоит за два года построить военный городок. Железнодорожная бригада получит все новое, от казарм до гаражей, а республиканской столице рекордный объем инвестиций. В Саиногорске продолжается процесс по делу об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, что изменилось за год и осталось ли у пострадавших надежда на справедливость. Право голосовать против российские законодатели вернули в избирательные бюллетени графу против всех. В Хакасии с этим решением оказались согласны не все партийцы. За него молятся тысячи людей. Ваня Мансуров, которого сбил водитель-наркоман, после лечения в Израиле пошел на поправку. Но дальнейшее продолжение чуда невозможно без помощи жителей Хакасии. Сегодня 22 июня. 73 года назад началась Великая Отечественная война. В этот день жители страны возлагают цветы к вечному огню. Как раз в эти минуты в столице Хакасии, в Черногорском парке, проходит митинг. Девиз акции «Нет войне и терроризму». Скорбная дата – еще один повод вспомнить об участниках войны. Следующий год пройдет под знаком празднования 70-летия Великой Победы. Правительство разработало целую программу по подготовке к юбилею. Свои предложения в нее внес Совет ветеранов. В частности, необходимо завершить строительство мемориала на горе Самохвал и привести в порядок обелиски во всех селах, а также могилы участников войны, в том числе и безродные. Ну а для современной армии актуален вопрос повышения боеготовности. В этом плане существующие в Абакане военчасти повезло. Здесь началось крупнейшее в истории города строительство – военного городка для железнодорожной бригады. Большинство построек части будут снесены. Вместо них построят новые – всего 77 объектов. И именно этот проект сейчас номер один для республиканских властей. Финансирование идет по линии Минобороны. Брак и отставание от графика недопустимы. Номер один он и для строителей. На возведение городка задействованы сразу несколько строительных компаний. Мы – первые из местных журналистов, кто побывал на месте масштабных работ. И вот что мы увидели. Старая история военной части Абакана уходит в прошлое. Эти ангары и другие постройки, вплоть до бетонных заборов, больше не нужны. Строители расчищают площадку, на которой через два года вырастет совершенно новый городок. На одном краю ломают, а рядом уже строят. Основная работа идет на заливке бетонных площадок, которые станут основой для будущих ангаров. Или, как говорят строители, тентомобильных укрытий. Сейчас вся техника стоит под открытым небом, но так можно только до зимы. За моей спиной фундамент тентомобильного укрытия, он практически готов. Некоторые еще в начальной стадии строительства. Надо сказать, что работы здесь идут интенсивными темпами. Все объекты должны быть готовы к зиме, когда сюда должна быть загнана военная техника. За 35 лет существования объекты военчасти устарели и морально, и физически. Поэтому полное обновление означает совершенно новый этап в развитии железнодорожной бригады. Боевая эмуляционная готовность бригады будет однозначно повышена. Личный состав будет проживать в более комфортабельных условиях. Разумеется, люди, которые живут в хороших условиях, они лучше служат. Помимо чисто военных объектов, на территории части будут построены культурно-досуговые центры на тысячу мест, спорткомплекс с бассейном и ледовая площадка, а также столовая. Благодаря этому новый городок станет достоянием не только самой военчасти, которая впервые переживает такие перемены, но и всей столицы Хакасии. Спортивные сооружения смогут посещать все желающие. Ну а сейчас городком интересуются прежде всего строители. Каждая из компаний пытается получить здесь для себя подряд. В масштабах Абакана это практически олимпийская стройка. На территории военной части появятся десятки новых объектов. Их общая стоимость более 6 миллиардов рублей. Сумма просто астрономическая в истории современного Абакана. Ничего подобного раньше здесь не строили. Для сравнения, новое здание Краевического музея, аналогов которому за Уралом больше нет, будет стоить менее полутора миллиардов рублей. И понятно, какой контроль за ходом работ ведется со стороны Министерства обороны и лично Сергея Шойгу. Именно глава ведомства после осмотра части в январе 2013 года заявил, что она нуждается в модернизации и распорядился о финансировании этого объекта. Последний раз он проинспектировал стройку несколько недель назад. В мае месяце министр повторно произвел контроль, обошел все строительные площадки, сделал определенные замечания, в первую очередь по срокам строительства. На сегодняшний день все эти замечания однозначно реализовываются, однозначно строительство ускорено. Также ход строительства находится на первоочередном контроле у руководства Хакасии. Вопросы, которые зависят от республики, решаются четко и быстро, ведь того требует поставленная задача. Огромную сумму, 6 миллиардов рублей, предстоит освоить в рекордно короткие сроки. Военный городок должен быть построен к концу 2015 года. И в четверг о ходе строительства военного городка главе Хакасии доложил министр регионального развития. Как отчитался Сергей Новиков, темп работ на строительстве ускорен. Сейчас на объект привлечены 20 подрядных организаций. Приоритет у местных строителей. Если сил не хватит, заявил министр, будут привлечены компании из других регионов. Виктор Зимин поручил Минрегиону и дальше держать ситуацию под контролем. Слово мы должны держать перед министром. Он решение принял, деньги выделил на регион. Давайте покажем, что мы достойны этих денег и его решения. А сейчас о мальчике, которому без преувеличения сопереживает вся республика. Это 9-летний Ваня Мансуров из Абакана. Вместе с одноклассниками он переходил дорогу, когда колонну протаранил водитель-наркоман. Ребенок получил тяжелейшие травмы. Несколько месяцев пролежал в коме. Семья не теряла надежды и обращалась ко всем вокруг. Помочь с деньгами на лечение. Собранной суммы хватило на курс лечения в Израиле. Ваня на время вернулся домой. И его состояние и воля к жизни поразили местных врачей. Учиться жить заново семья Мансуровых начала с ноября прошлого года. Их сын оказался на грани жизни и смерти. Когда водитель под кайфом на полном ходу, прямо на пешеходном переходе, врезался в колонну третьеклассников. Дети вместе с педагогом возвращались в школу. Двоих мальчиков госпитализировали. Одному из них сегодня ничего не угрожает. Это вот покалеченный Ваня Мансуров пролежал без сознания несколько месяцев. Для нас нет сейчас устал, не хочу, не буду. Только работать и заниматься. Местные медики были уверены, поставить на ноги мальчика сравнимо чуду. Ведь еще совсем недавно Ваня не говорил, не ходил и не помнил многих вещей. В Хакасии развернули масштабную акцию по сбору помощи. Солидную сумму перечислили полицейские республики. На призыв о помощи откликнулись и рядовые жители, в том числе и наши телезрители. В зарубежной клинике сразу же поставили Ваню на ноги. Врачи с помощью переводчиков вновь учили ребенка ходить. Вань, потихоньку иди. За курс реабилитации мальчик пошел на поправку. Постепенно возвращается память и речь. Тебя как звать? Ваня. А сколько тебе лет? Белик. Он вспоминает то, что делал раньше. Он ходит с поддержкой ходунков, он крутит педали, он подтягивается, отжимается. Он встает с кровати, допустим, на стульчик. Он самостоятельно кушает, он просится в туалет. То есть к жизни ребенок возвращается. Это очень важно для любых родителей. Мы рады, мы счастливы, что там побывали. Ребенка хочется поднять, чтобы увидеть такой, как он был раньше. Виновника аварии Ивана Попова осудили. Он отделался крайне мягким приговором. Водитель-наркоман просидит за решеткой всего два года и семь месяцев. Сколько же потребуется восстановление пострадавшего Вани, неизвестно. Нужны время и непосильные для его семьи деньги на второй курс лечения. Первая поездка обошлась более двух миллионов рублей. В Израиле мальчика ждут уже через четыре месяца. Оказать помощь может каждый желающий. Реквизиты счета мамы Вани вы сейчас видите на экране. Кроме того, по всем вопросам благотворительной акции в помощь семье Мансуровых можно обращаться в пресс-службу МВД Хакасии. По телефону в Абакане 23 67 42. Пострадавшие от паводка начали получать помощь из федерального бюджета. Первый финансовый транш составил 300 миллионов рублей. Это треть от положенной суммы. Деньги положены тем, кто остался без крова и тем, у кого требуется ремонт жилья. Пока выделенных средств хватило на выплату жителям Алтайского, Бейского и Таштыбского районов. Суммы зависят от понесенного ущерба. Минимальный размер 10 тысяч, максимальный 100 тысяч рублей. Что касается других территорий, то там списки нуждающихся в помощи еще формируют. Выплаты начнутся по мере поступления средств. Одно из самых громких дел последних лет в Хакасии по факту аварии на Сайна-Шушенской ГЭС откровенно буксует. Прошел год с начала судебного разбирательства, однако суд лишь сейчас подошел к допросу главных свидетелей. Хождение на заседание стало для родственников погибших сотрудников ГЭС настоящим мытарством. Из зала суда материал Ольги Стельмах. С самого начала было ясно, это слушание затянется надолго. Больше тысячи томов в деле, а число только признанных потерпевших приближается к двумстам. К тому же на старте масло в огонь подливали адвокаты. Отпуска, больничный, отказ от защитника. Одно за другим заседание как нарочно срывали. Сегодня слушание хоть и тихо, но продвигается. За это время мы допросили 189 потерпевших, 85 свидетелей по данному делу. Осталось допросить 30 свидетелей, это со стороны обвинения. Важные свидетели в суд так и не явились. Показания экспертов в гидроэнергетике из Москвы и Санкт-Петербурга зачитала прокуратура. А в них и первое предположение. Руководители станции должны были учесть разрушение от вибрации. На скамье подсудимых главные управленцы, бывший руководитель ГЭС, главный инженер, его замы и работники службы мониторинга. Всего семь человек. Их обвиняют в халатности. Год назад процесс начинали в городской администрации. Слишком много потерпевших. Зал суда всех не вмещал. Сегодня выездных заседаний нет. И даже небольшое помещение практически пустует. Уже измотан. Нас специально изматывают. Специально изматывают нас. Специально. Всё это делается. У них всё легко и просто. Вот так сидишь, как будто нас судят. Уже народ уже всё. Уже устал. Устал народ уже как-то на этот бардак смотреть. Не хочет ходить. Не хочет. Просто идёт беспредел. Многие потеряли надежду, а там малая часть, кто продолжает жаловаться во все инстанции, остаются без работы. Как Анатолий Кутепов, который в аварии потерял беременную дочь. Ещё месяц назад он слесарил на ГЭС, пока не пожаловался о судебной волоките президентской комиссии. Меня сократили. Вот у меня был договор. Всё. Я попал в сокращение. Самое первое из подразделения. Пусть бы я был плохой работник. Ни прогулок, ни чего тут. Через два месяца Хакасия вновь почтит память погибших. С момента трагедии прошло пять лет. Однако до сих пор виновные в гибели 75 человек не названы. Я считаю, что мы должны до конца стоять за своих родственников. Потому что память жива о них. Есть память. Мы постоянно думаем. И хотим, конечно, чтобы не зря наши старания были. У меня гражданская позиция своя. И всё. Но комментарии я давать не буду только после зачетки приговора. Добиваться приговора намеренной прокуратурой, если важные свидетели не хотят являться в суд добровольно, сторона обвинения готова вызывать их принудительно. Сколько будет ещё идти процесс, никто прогнозировать не берётся. Ольга Сельмах, Антон Новожилов. Вести Хакасия. События недели. Со следующего года на выборах появится один из самых популярных и неудобных кандидатов. Против всех. Его отменили 8 лет назад. И вот сейчас всё возвращается на круги своя. С одной весомой поправкой. Пока против всех можно будет голосовать только на выборах органов местного самоуправления. Федеральный закон принят, но регионам даётся право самим определить, будут ли они теперь менять своё законодательство или нет. Чтобы узнать о настроениях в Хакасии, мы пообщались с партийцами и депутатами Верховного Совета. Графа против всех самая последняя в избирательном бюллетене. Но это не отменяет её политический вес. Возвращая этого незримого кандидата, власти рассчитывают более чётко понимать, сколько россиян не поддерживают существующие партии и более адекватно реагировать на протесты в обществе. Закон принят, теперь каждый из регионов должен решить, будет ли он применять новую норму у себя или нет. В Хакасии большинство крупных партий поддерживают право народа голосовать против всех. Многие захотят выразить протест. Если его нельзя выразить законными методами, вот такими, как голосовать против всех, то значит какие-то другие формы, митинги, социальные беспокойства и так далее. Это вот не нужно. То есть пока есть возможности мирно выражать свой протест, выражать свою позицию, такие возможности должны быть предоставлены людям, избирателям. Некая апатия жителей и граждан, вернее Российской Федерации, вот к выборам, вообще к процессу этому выборному, связана именно с тем, что нет возможности, так сказать, если не нравятся кандидаты, выразить своё желание, поэтому люди не считают, нужно приходить на выборы. Поэтому мы считаем, что это активизирует, во-первых, людей к приходу на избирательные участки. Время созрело, такая строчка должна была появиться, и те люди, которые голосуют против всех, они говорят, что в принципе система политическая, которая существует, наверное, их не устраивает. Это будет основание для всех политиков задуматься, что правильно или неправильно мы развиваемся. А вот фракция ЛДПР, по примеру старших товарищей в Госдуме, не собирается голосовать за возвращение графы. В изменениях закона партийцы видят конъюнктурный момент. Изменение в федеральном уровне закона о выборах столь частое, да, в каждой выборы мы постоянно меняем этот закон. Ну, мы понимаем, для чего это делается. Это партия, которая сейчас большинство принимает свой закон и регулирует этот закон под себя. И каждых полгода закон о выборах должен быть прописан и действовать на много лет вперед. Особого мнения придерживается и глава избиркома Хакасии. Александр Чуманин утверждает, кандидат против всех не имеет серьезного веса в республике. Максимум, сколько он набирал, это 6%. Если люди и хотят выразить протест, то просто не ходят на выборы или портят бюллетени. Гораздо правильнее, убежден глава избиркома, сделать свой выбор и нести за него ответственность, чем все отрицать, а потом возмущаться, что жизнь в стране плохая. Государство, исключая данную форму голосования, подразумевало о том, что люди, избиратели более осознанно будут подходить к своему выбору и выбирать, рассматривать всех кандидатов, которые участвуют в избирательных кампании, все политические партии. А так мы говорим, приди на выборы и выкинь свой голос в помойку, не участвуя в выборах. Вопрос о внесении или не внесении новой графы Верховный Совет должен рассмотреть до конца года. Если депутаты проголосуют «за», то действовать норма начнет только со следующего года. Алексей Гончаренко, Марина Конодакова, Антон Михайлов, Игорь Брюханов. Вести. Хакасия. События недели. И еще к вопросу возможного применения графы против всех. Через два с лишним месяца в Хакасии пройдут до выбора Верховный Совет по двум округам. На освободившиеся места взамен Туревича и Лопоуха. Первый, я напомню, умер практически накануне дня голосования второй, сразу после избрания. А также выборы глав Аскизского и Бейского районов. Эти избирательные гонки пройдут по старым правилам. А вот в следующем году Хакасию ждет около 150 кампаний по выборам в сельские и районные советы депутатов. И вот тогда с живыми претендентами на депутатские посты будет конкурировать не менее реальный кандидат против всех. Это Вести Хакасия. События недели. Новый полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин накануне дня России дал первое интервью нашим коллегам из Новосибирска. Мы предлагаем вашему вниманию его фрагменты. Вы полномочный представитель президента, но кроме этого вы еще военный, генерал армии, боевой офицер, прошедший горячие точки. Вот что для вас День России? Для меня День России это действительно праздник, как я уже сказал. Действительно тот момент, когда подводишь какие-то итоги своей деятельности, когда оцениваешь свою работу. Вот какой-то вот отрезок времени, когда можно сказать до и после, что-то сделал за это время на тех постах, которые занимал. Вот я торжественно для себя воспринимаю это праздник. Какие итоги подвели, может быть, к этому дню? Ну, сейчас итоги, как полномочный представитель президента, подвести я никакие не могу. Это естественно. А то, что сделано мной по предыдущей должности, я полагаю, что сделано много. Создан прекрасный коллектив, продолжаются традиции. Войска, которыми я имел честь командовать, достигли очень высокого уровня в своем развитии. Уровень профессионализма, уровень оснащенности, уровень социальной обеспеченности. Прекрасно работают ветеранские организации, поддерживают все традиции, которые были заложены до нас. И сегодня это такой монолитный коллектив, который решает очень сложные задачи. Вот в мирное время задачи во благо народа нашей России. С легким сердцем оставляли коллектив привычный? Ну, понимаете, говорить легкое или тяжелое сердце. Конечно, когда долгие годы работал в коллективе, есть определенные эмоциональные восприятия этой ситуации. Ну, работать везде нужно, работа везде интересная. Ну, естественно, будем прилагать все усилия для того, чтобы эту задачу, которую поставил президент, мне выполнить в полном объеме, так же качественно, как получалось с коллективом внутренних войск Министерства внутренних дел России. Я знаю, что вы уже успели побывать в нашей такой, наверное, горячей точке, это наводнение на Горном Алтае, в Алтайском крае. Вот вы там отметили какое-то единение народа? Безусловно, бросилось в глаза всеобщее участие в решении этой проблемы. Начиная от крайнего гражданина, с которым мне приходилось общаться, до руководителя региона. Все заточены на скорейшее решение этой проблемы. Уже есть регионы, где они освободились от паводка, там идут восстановительные работы. Вот эта взаимовыручка, взаимопомощь, участие в судьбе друг друга, это бросается в глаза, это дорогого стоит. Я полагаю, что объединившись в решении проблемы этой беды, нам всем удастся как можно быстрее решить эти все вопросы, связанные с той проблемой, с которой столкнулись наши регионы. И на очереди рубрика, посвященная юбилею нашей телерадиокомпании. Напомню, нам исполнилось 55 лет. В честь даты моя коллега Анна Ахпашева приглашает в студию работников ГТРК, благодаря которым в Хакасии происходило становление телевидения. Обращаем ваше внимание, с этого дня рубрика будет постоянно выходить в итоговой программе, два раза в месяц. Итак, знакомимся со следующим гостем. Здравствуйте! Мы продолжаем юбилейный цикл передач, посвященный 55-летию гостем и радиокомпании «Хакасия». Пришло время встретиться с теми, кто посвятил свою жизнь телевидению и вспомнить тех, кто стоял у самых истоков. Сегодня гость нашей студии Галина Васильевна Стрибкова. Она почти 40 лет отработала художником-постановщиком. На ее глазах менялось и развивалось телевидение. Галина Васильевна, здравствуйте! Здравствуйте! Галина Васильевна, вы пришли на телевидение в 67-м году, практически в самом начале. Вы помните первое ощущение, впечатление от той работы, которую предстояло выполнить? Конечно, нет. Это вообще было новшество для меня, когда я пришла на телевидение. Меня приняли на конкурсной основе. Показали цех художника, показали павильон. Это для меня было вообще новое все. А как именно вы пришли в профессию художника? Объявление увидела по телевидению, что требуется художник, как ученик художника. Я пошла туда. Помните свою первую работу, первое творение именно на телестудине? Первое, конечно, я не помню творения. Их было очень так много. Запомнить трудно. Все. Все передачи, которые были здесь в павильоне, все проходили живьем. Надо понимать, что 67-й год – это еще черно-белое телевидение. И для наших зрителей наверняка будет интересно знать, как вообще выглядел фон студийный. Он был цветным все-таки, несмотря на то, что черно-белое тело? Отчасти. Мы, конечно, не говорили только, что черно-белое делали. Конечно, в цвете работали. Сами гуаши разные, туши разные у нас были. Делали задники, чтобы они даже для выступающих были красивые. А любой оттенок цвета дает даже серый. Он отдает, если красный, он такой мягкий, там черный уже совсем, там фиолетовый, грубый такой. Ну, все оттенки. А по площади это были большие работы? Нет, небольшие были, поскольку студия была разделена на несколько частей. В одной стороне у нас новости были, в другой стороне, допустим, у нас были хакасские новости. Затем у нас было место для передач. А вы помните, что вам доставляло, может быть, наибольшее удовольствие? Это какие-то художественные передачи, либо все-таки новостной такой строгий стиль? Ой, вы знаете, как много было раньше интересного. Во-первых, было очень много редакций. Начиная и промышленный, и сельхоз, и детский, и молодежный, и музыкальный. Очень география была большая, и можно было работать. Было где фантазии? Да, фантазии. Все люди у нас в основном такие работали, творческие. Вот вы уже сказали о тех людях, которые работали вместе с вами. Когда вы сюда пришли, здесь уже были мэтры, кто вас встречал, кто, может быть, вас напутствовал? Да, я начала работать под началом художника Владимир Павлович Бутанаев. Очень интересный творческий человек, под началом которого мне пришлось работать, и много ему у него научиться. Вот вы действительно сказали, он сейчас известный художник, заслуженный. Тогда в его работах ощущалась уже кисть мастера действительно именитого? Ну, безусловно, он первый был художник телевидения, можно сказать. Он начал это Азы. Так что мы многому у него учились. И он был, как в основном художник, график, на черно-белом работал, ему это тоже было легко. Что-то сохранилось у вас, может быть, дома, или здесь, на студии, либо у знакомых? Ну, может, здесь, на студии дома, куда я это все, декорации же не понесу, но фотографии есть, допустим, какие-то. Естественно, вам по работе довелось сотрудничать с известными маститами и режиссерами. Вот Тамара Исаевна Бронер. Да, Тамара Исаевна Бронер – это, конечно, первый диктор телевидения. Красивая женщина, яркая, грамотная, умная. Она выучила очень много дикторов. Шоева Ирина, Иванова Клара Демьяновна работала, Коков Анатолий, Фертик Галина, Шушинач Владимир. Очень много дикторов. Они у нас были как бы звезды эфира. Также ваша работа была неразрывно связана с работой студийного оператора. Вот Александр Еремин долгое время проработал в студии. Как вам удавалось с ним сотрудничать? Вы знаете, вот с этими людьми, когда работал оператор и Еремин Александр, когда работал у нас Чаинков, когда работал Женя. Вы понимаете, с ними было легко работать, потому что они отдавались этому творчеству. Они знали, как поставить картинку, какой кадр взять. Очень даже было с ними интересно работать. А вот как проходил процесс, может быть, создания, воплощения, идеи? То есть вы придумывали сами и обсудили? Я как художник придумывала эскизы, оформление. Потом мы их воплощали уже, что-то заказывали в столярный цех, делали декорации. Потом их рабочие, и я тоже все вместе, мы помогали, красили, разрисовывали. Ну, на каждую передачу что-то отдельное. Это не было у нас, что стабильно сделали и стояло. Вот. Раньше на каждую редакцию свое было оформление. А советовались с операторами? Ведь известно, что картинка в реальности и через объектив видеокамеры совершенно... Ну, очень много отличий как-то обсуждали. Да, это обязательно. У нас был худсовет. Мы собирались, если большая какая-то у нас постановочная передача, мы обсуждали сразу эскизы, просматривали. Эскизы были не одни, в нескольких экземплярах делали. Мы выбирали лучшее. Каждый подсказывал, может, свою точку зрения. Галина Васильевна, за 40 лет на ваших глазах телевидение менялось просто колоссально. Какой из этапов, периодов вам, может быть, запомнился больше всего? Может быть, переход на цветное телевидение или, наоборот, технический прогресс, когда... Нет, конечно. Прогресс только у вас сейчас появился, я вижу. Это... У нас его не было. Вот. Конечно, переход, когда на цвет. Тогда картинка, конечно, вот как сейчас, вы посмотрите, как она играет. Вот это было интересно. Ну, сейчас вот живая, она движется, вот все. Ну, то было, конечно, все статично. Мы старались все равно сдать, сделать глубину кадра. И все-таки 40 лет, ведь это целая жизнь. Сейчас, оглядываясь назад, вы, может быть, жалеете о чем-то, что не удалось воплотить? Либо, наоборот, счастливы, что был такой этап? Нет, я как раз, мне кажется, попала в такую струю, в такую стихию свою, куда мне надо было. Вот я как рыба в воде, мне было все интересно, мне все легко давалось. Ничего не боялись, это все записи, монтаж. А раньше этого же не было. Да. Уникальные были люди. Люди были очень творческие. Да такие добросовестные, ответственные люди были. Карина Васильевна, вот нашей гостелерадиокомпании исполняется 55 лет, возраст солидный. Может быть, напоследок что-то пожелаете от ветерана, который действительно всю жизнь проработал здесь? Конечно, я желаю процветать вам, чтобы у вас настроение было хорошее, праздничное, чтобы у вас все всегда получалось. Спасибо огромное. Чтобы все было на высшем уровне. Спасибо вам. Сегодня с Галиной Васильевной Стрибковой мы вспомнили удивительные годы творческого роста и общения, становления телевидения Хакассии. Вспомнили и тех, кто стоял у самых истоков. Все они уникальные личности, легенды телевидения Хакассии. Таких людей еще немало. Обещаем, о них мы будем говорить еще не раз. Смотрите нас на канале Россия-1. Увидимся. И события, которые нельзя пропустить. В Хакассии отгремели выпускные балы. Со школой попрощались более двух с половиной тысяч выпускников. Хотя погода немного подвела, но это не могло испортить настроение ребятам. Некоторые девушки начинают за год готовиться к вечеру, продумывать фасон платья и прическу. По сравнению с этими заботами капризы природы просто мелочь. Зато выпуску 2014 года повезло в другом. 41 человек стали первыми обладателями республиканской медали «Золотая надежда Хакассии». Награду ввело правительство, как особый знак поощрения лучших учеников. О, все внутри бурлит, кипит. Мы закончили школу, все 11 лет позади. Все экзамены сдали. Все теперь будет хорошо. Впереди только поступление. Я думаю, что поступать я буду либо дома, в своем родном городе, либо уеду отсюда, но, скорее всего, я сюда вернусь. Я не смогу где-то в другом городе жить. Я хочу поспать в авиации, вот всем сердцем и душой хочу летать. Вот, живу небом, дышу небом, скажу вот так. Это было последнее сообщение выпуска. Я желаю с пользой провести выходные и с желанием приступить к новой рабочей неделе. Всего доброго.